Президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера в Киеве не ждут. Об этом он сам рассказал журналистам в ходе своего визита в Варшаву. Мой коллега и друг, президент Польши Анджей Дуда, предложил, чтобы мы вдвоём, вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы, поехали в Киев, чтобы показать общую европейскую солидарность с Украиной. Я был готов это сделать. Однако, очевидно, и я должен принять это к сведению, в Киеве этого не захотели. За последние дни президент Германии несколько раз выступал с заявлениями, признавая ошибки политики своей страны в отношении России, особенно в то время, когда он был министром иностранных дел. «Моя приверженность к газопроводу «Северный поток-2» была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чём нас предупреждали наши партнёры». Заявление Штайнмайера стало реакцией на обвинение в его адрес посла Украины Андрея Мельника. Тот упрекал немецкого политика, что он слишком лоялен к России, даже несмотря на войну. Франк Вальтер Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел в кабинете Ангелы Меркель. Политика её правительства, которая, с одной стороны, вводила санкции за Донбасс и Крым, а с другой – увеличивала зависимость Германии от газа из России, теперь подвергается резкой критике. Многие в Германии задаются вопросом, а несут ли немецкие политики свою долю ответственности за войну в Украине. Об этом на днях говорил и президент Украины Владимир Зеленский. «Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркази посетить Бучу и посмотреть, к чему привела их политика уступок по отношению к России за 14 лет, увидеть своими глазами замученных украинцев и украинских женщин». Киев имеет все моральные основания критиковать Берлин, считает политолог из Потсдамского университета Станислав Климович. Германия с 2014 года, то есть, получается, и после Крыма, и с началом военных действий на Донбассе, делала ставку на эксклюзивные двусторонние отношения с Россией, руководствуясь в первую очередь политическими, экономическими интересами самой Германии. И в этих отношениях Украина выступала в роли объекта. Она не была полноценным субъектом. С ее интересами мало кто считался. И, наверное, главным примером реализации этой политики и хороших добрососедских двусторонних отношений Германии и России собственно, выступает «Северный поток-2», против которого украинское руководство выступало с самого начала подготовки этого проекта. Но есть и те, кто не готов так резко критиковать политику Штайнмайера и Меркель. Я читаю некоторые комментарии в немецких газетах, которые осуждают всю политику партнерства, которая проводилась в 90-х годах. Но я думаю, что нужно рассматривать это в контексте. И Меркель, конечно, не шла на поводу у Путина. Она довольно жестко вела с ним переговоры и всегда четко добивалась того, чего хотела. В то же время немецкие политологи считают отказ принимать президента Штайнмайера недальновидным решением Киева. Такие недипломатичные выпады в отношении руководства страны, в отношении президента страны, вне зависимости от того, насколько содержательно эта критика оправдана, они контрпродуктивны. И я думаю, что в политическом Берлине и в социал-демократической партии в первую очередь вызывают большое раздражение. При всем желании, безусловно, помогать Украине и при всей солидарности с ней. Пока в Берлине обсуждали заявление Штайнмайера, приглашение поехать в Киев получил канцлер Германии Олаф Шольц. Главной темой визита должны стать поставки вооружения. Зеленский ждет от своих немецких партнеров не извинений за дружбу с Путиным, а реальной помощи в войне.